непонятно тут такое мне кажется расширили естественно ограждение поставили к сожалению не очень хорошо видно как можно было бы увидеть такой денек на денек Керчи как всегда солнечный еще Керчь солнечный город ну конечно не весь год но солнечных дней очень много вот тут интересно когда нападет листва может будет более контрастные изображения более четкие и видимость немножко увеличится все ляви вот такое вот денек Керчи 3 ноября воскресенье да и многие интересны формулары с этой стороны так фальсификаторы истории скрыли нагоженство нагоженство среди аристократии в своей работе 19 век нас уже бомбили я привел факты из жизни другого российского императора Александра первого посмотрите на количество его официальных детей от различных женщин это вершина достигнута бандичных когда мы видим что в ходе достаточных условностей изображений вдруг появляется шо это такое интересно шо вот это такое вот шо это что вот это такое не могу понять деревьев тут не было видно мне кажется это мягко ведь так 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это мой второй выпуск обзор о реконструкции Дмитридацкой лестницы К сожалению камера повернута в другую сторону, ничего не видно и наблюдать конкретно за перестройкой мы не можем Однако есть доброжелатели, критические доброжелатели в Керчи, которые очень глубоко интересуются и можно сказать глубоко копают И так как сайт этого человека Громов не очень большой, не очень известный, поэтому я тут сделаю некоторые цитаты из его обзора Он довольно-таки интересен Подходим и проноблюдаем как идет реконструкция, называемая историко-археологического наследия большой метридарской лестницы Вот можете прочитать проспект Вот все складывается, увозится Попробуй закрой Вот так вот увозят камни с историко-археологического музея Работники И как это можно назвать? Реконструкция или возведение заново объекта? Пронаблюдайте Как видите мы можем наблюдать только с нижней камерой, к сожалению Поэтому они очень боялись выйти, но когда ушли линии, грозные, грозные там евреи, прямо возмущенные в свои... Отмечу, что наблюдения интересные, но несколько уж обостренно критические Так как я кое-что понимаю в архитектуре, в строительстве и даже немного в реставрации Я думаю, то что делают там в данный момент обоснованно Надо действительно срезать старый слой, чтобы на него нанести новое Нельзя реставрировать, это не реставрация отдельного здания Это объект, который растянут, можно сказать, на километр или по склону горы Он может быть практически, если уж на то пошло, возведен на ново А реставрировать его таким вот образом, как реставрировали в конце советской эпохи киевские реставраторы Вы сами видите, через 30 лет все рассыпалось в прах Мы снимаем со стороны А куда вывозятся? Ну вот вы грузите Что вы уходите, вы отметить не можете? А, СТМ Вот такая ситуация, работники не хотят отвечать на вопрос, куда увозятся камни с историко-археологического объекта По реконструкции Вот вы все сами увидели Сами наблюдаете, как происходит все Вот видите, одно загружено То, что происходит здесь Вот такая ситуация, посмотрим, что будет дальше Теперь след за, надо признать, великолепным обозревателем Иваном Кровомым Переместимся наверх горы Митридат И так же, как он, так как нам это не удалось Камера повернута в другую сторону А в последнее время вообще отключена на горе Митридат Вслед за ним постараемся рассмотреть, что же там за этим забором Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok От подъема от нижнего Митридатской лестницы Вот мы на горе Митридат И все фотографируются на фоне Кремского моста Сейчас мы переместимся Немножко ближе к самой лестнице Вот мы с вами можем Пронаблюдать Как идет реконструкция верхней части Лестницы Митридат Вы видите, все распанахали То есть задается вопрос А это вообще реконструкция Или просто демонтаж всего И возведение новой конструкции Лестницы Сейчас мы посмотрим с другой стороны Вот мы обошли с другой части Видите ограждение Оградили часть площади Спуск ступенек Внимательно смотрите Как все происходит Мы запечатлим эту основу То есть сносят все Бордюрный парапет Плиточный, камень Все это Вплоть до низа Отдадим должное Ивану Громову Он проделал большую работу Давайте посмотреть Вон все складирует Часть исторических Как будто все это складывают В контейнер И готовят К тому, чтобы вывезти Вот и все По-моему происходит Отбор Уцелевших элементов Сортировка И отсев Элементов Усказанных Поломанных Уничтоженных Временем И потерявших Значение Для реконструкции Показываем Что происходит И здесь Задаемся вопросом Так это все-таки Реконструкция Или демонтаж Полностью всего строения И будут возводить Новое Так и называть Тогда нужна Не реконструкция А возведение Нового Объекта Теперь немножко цитаты Из местного Керченского телевидения Там правда Как капли В море Дается информация По чуть-чуть Немного Но все равно По крайней мере Что-то об этом Говорят Послушаем И посмотрим В общем Работа кипит Остался еще год До ее завершения Но Слава Богу Что она продолжается А не Затормозилась Как Пару лет тому Назад После Обрушения Пролета И Его разбора Казалось Что все уже Началось Но началось Именно Этой осенью Ждем И Следим За Всем Происходящим Надеюсь Иван Громов И прочие Нам В этом Помогут Продолжение следует... В данный момент Проходят Демонтажные работы Это начальный период После этого У нас Происходит Укрепление Фундаментов Укрепление Стен Воспоздание Некоторых Участков Стен Реставрации У нас Мы делаем Лестничные марши Из бетона После этого Откладываем их Натуральным камнем Малую Константиновскую Лестницу Мы Планируем Закончить До конца Этого года А что там Сейчас В данном случае Сейчас там Проходят Ремонтажные работы Укрепление Стен Укрепление Усиление Фундаментов Ремонтажные работы Ремонтажные работы Ремонтажные работы Что сказать тебе о море О штормах И о просторе И о чайках За кормою В жизни Моряка Как за палубей Качают Ты как город Исчезает За чертой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok